Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре я вам хочу показать вот такого вот замечательного котика, подобие кота Филиппа, которого мы с вами вязали. Если кто не вязал, обязательно свяжите его для себя, я оставлю вам в описании ссылочку на этого котика. Единственное, что у меня были такие вопросы в комментариях, вы задавали, что как получится кот, именно если вязать его не как кота Филиппа с носиком колбаской, а с кругленьким носиком. И соответственно глаза, те, которые я вам показывала, шарики флисовые, то есть вот эти. Я пришила глазки флисовые, вот эти вот шарики наполненные холофайбером и приклеила глазки бусинки в нужном мне расположении. Я его сделала немножко косоглазеньким, но это ради такого прикола как бы, кому как нравится. То есть хотите пришить или приклеить можете полубусинки в серединке, то есть посерединке именно как зрачки такие вот, но мне он нравится именно косоглазеньким. Я его делала, этого котика из пряжи полностью акриловой, то есть серия Ланоса Минти. Он у меня получился довольно-таки крупненький, по сравнению с котом Филиппом, который мы с вами вязали сереньким, он 34, около 34-35 сантиметров был, то этот кот у меня 43. И если все там прям выровнять, все прям идеально, он 45 сантиметров, то есть он очень-очень большой, вот такой вот замечательный. Он у меня в камеру не весь помещается, поэтому уж извините, показываю только так верхушечку. Вот, смотрите, он у меня такой розовенький, замечательный, я его немножечко видоизменила по сравнению с котом Филиппом. Я здесь не вышивала имитацию усиков, я здесь просто ему немножечко подпудрила тенями вот такими вот розовенькими под цвет розовой пряжи, которую я взяла. Здесь я ему затянула пупочек, тоже все подпудрила, сделала из проволоки каркасики ему внутри, поэтому у меня ручки, ножки гнутся в любую сторону. Точно так же он может вас обнять, можете его где-то, не знаю, на качели катать он будет держаться и так далее. В общем, он гнется. По многочисленным просьбам я все-таки решила записать это видео, у меня поступил такой вот заказик. И я связала, как вы видите, уже в более таком сезонном виде, я связала его шапочкой с шарфиком. Шарфик я сделала обычной резинкой 2х2, набрала 22 петельки на спице номер 3, тоже взяла акриловую пряжу такую же, просто кота я, получается, розовой пряжей вязала, а шарфик с шапочкой серенькой. То есть я набрала 22 петли и связала длинный шарфик. Он у меня где-то 40 см, 2 сложения, то есть вокруг горлышка у меня вот оно, одно сложение идет, и второе я завязала. Шапочку я по сравнению со своим размером, у меня получилось в обхвате 80 петелек я набирала, тоже спице номер 3, как и шарфик. То есть связала вот такой вот комплектик. Шапочку я вязала вначале резинкой 2х2 11 рядочков, а затем я в прямо обратном расположении, то есть поменяла там, где у меня были изнаночные первоначально петельки, я поменяла на лицевые, а лицевые на изнаночные. Для чего я это сделала? Для того, чтобы у меня получился более такой плотно прилегающий отворотик. То есть если вы хотите, можете просто вязать резинкой. И довязала 9 рядочков, то есть 11-9, 20 рядочков резинки 2х2 я провязала. Затем я провязала 6 рядочков лицевой гладью обычной, вязала я на 4 спицах круговую, хотите можете прямыми обратными рядами на 2 спицах, затем шить посередине. Ну а я вот так вот решила, чтобы у меня было бесшовно, то есть вот смотрите, у меня шва нет никакого. Все довольно-таки аккуратненько и красивенько выглядит. После того, как вы провяжете 6 рядочков лицевой гладью, вы от серединки, то есть у вас здесь вот будет стык начало-конец ряда, провяжите 17 петелек лицевыми, затем 13 петелек убавляем, то есть обычное закрытие петель 13 делаете для одного ушка. Затем в средней между ушками 20 петелечек провязываете лицевые и 13 петелек закрываете для второго ушка. Довязываете 17 оставшихся петелек лицевых до нашего конца ряда. Затем в следующем ряду вы провяжете эти 17 петелек, затем наберете после ушка уже наши воздушные петельки. Как посмотреть, как набирать воздушные петельки, вы можете в любых моих предыдущих видео уроках, в принципе, есть набор воздушных хотите, можете в любых других видео уроках. В общем, набор воздушных петелек, я думаю, здесь ничего сложного нет, то есть восполняете 13 закрытых 13 воздушными, провязываете 20 тех, которые у нас между ушками и снова здесь восполняете для второго ушка 13 воздушных петелек. Если вам 13 много, закройте 12, то есть вы уже смотрите, ориентируйтесь по своему, скажем так, по своей голове кота. Если же вы вязали другой пряжей, то у вас, соответственно, 80 петелек будет много, то вы уже там смотрите, ориентируйтесь, приблизительное расположение делаете петелек. И довязываете здесь 17 петелек, то есть у вас сзади получается 17, 17, 34 от ушка до ушка, а между ушками 20 петелек и 13 на каждое ушко вы закрывали. То есть смотрите, у меня получается 13, 13, 26, 20 это 46 и 34. Вот, нараспределили таким образом наши петельки, затем после ушка снова провяжете 6 рядочков, как от резинки, так и от ушка 6 лицевых рядочков. Затем я каждую, в следующем 7 ряду я каждую 7-8 петельку провязывала вместе, то есть делала такое вот убавление, то есть 6 петель провязываете лицевые, 7-8 вместе, 6 лицевых, 7-8 вместе до конца ряда. Затем 8 ряд я провязала просто лицевые, затем 5 лицевых убавочка, 5 лицевых убавочка, то есть 6-7 вместе до конца ряда. Затем снова ряд лицевых. Затем я чередовала лицевое убавление, лицевое убавление, то есть 1 лицевая, 2-3 вместе лицевой. Затем снова лицевые, затем подряд все сделала убавочки, лицевым рядом провязала последний ряд для того, чтобы выровнять красиво наше вязание и стянула на одну петельку все петли. То есть как бы стянула просто ниточкой, хотите можете на иголочку, в иголочку вдеть ниточку, хотите можете просто петлю на первую все петельки переодеть. Ну там уже смотрите сами. Затянула я, если не хотите такого вот помпезного стягивания, то можете еще несколько рядочков постепенно убавлять, чтобы она такая более вытянутая была шапочка. Но мне захотелось именно вот такую, я прикрепила на краешке бубончик. Вот сделала эмблемочку такую вот, хотите можете не делать ничего, хотите можете какое-то сердечко, можете имя кота вышить, ну то есть это уже смотрите на свое усмотрение. Итак, в общем, все получилось довольно-таки оригинально и красивенько. Для тех, кто хочет связать вместе со мной кота, конечно же ссылочку оставлю в описании, не забывайте смотреть в описании. Все ссылочки, которые дополнительно я оставляю, это все вы сможете посмотреть в описании. Конечно же, можете вставить такой же каркасик, то есть для того, чтобы у вас ручки, ножки гнулись, ну это уже на ваше усмотрение. Хотите просто сплюшку для ребеночка сделать, то проволоку не обязательно вставлять, то есть просто вяжите обычную. Наполняла я холопайбером, так же, как и в первом случае. В общем, я думаю, что вам понравилось, если понравилось, обязательно комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы, какие будут у вас. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока!